Мы начинаем нашу прогулку по Риму с площади Мастай. Площадь была названа в честь мирского имени Папы Пия IX. Он был рожден под именем Джованни Мария Мастай Феретти. Хочу сказать несколько слов о Папе Пии IX и вновь вернемся на площадь Мастай. Папа Пий IX был на папском престоле аж 32 года, с 1846 по 1878 год. Когда речь заходит о папах, то имя Папы Пия IX выделяется по сравнению с другими папами. Он очень много сделал для католической церкви в период своего папства. Пий IX был первым основателем догмата о праздновании дня непорочного зачатия Девы Марии. Праздник отмечают 8 декабря, и его цель – превозносить чистоту девственницы Марии. С этого дня существует традиция каждый год 8 декабря возлагать цветы к колонии непорочного зачатия Девы Марии. После возложения цветов и замены венка на руке Девы Марии начинаются приготовления к рождественским праздникам, которые всегда с нетерпением ждут все итальянцы. Колонна непорочного зачатия находится недалеко от Испанской площади. Еще правление папы пришлось на момент объединения Италии. Папское государство было присоединено к итальянскому королевству. Пий IX отказался признать новое государство и объявил себя пленником в Ватиканском дворце. Он не покинул дворца до самой смерти. Но вернемся на площадь Мастай. За несколько лет до объединения Италии, которая положила конец светской власти пап, в районе Трастевери, а в то время по большей части этот район был занят огородами, садами и хижинами, папа Пий IX поручил архитектору возвести фонтан и украсить большую полукруглую площадь, на которой было возведено огромное здание. Это была табачная фабрика. Сейчас здесь находятся офисы. Архитектор был вдохновлен фонтаном, который стоит на соседней площади Санта-Мария и Интрастевери. Они и правда похожи по форме. Также есть лестницы. Фонтан украшен папским гербом и четырьмя табличками с именем понтифика. И датой. 1865 год. Год завершения строительства. Площадь знаменита тем, что здесь была построена первая табачная фабрика. Наверху написано «Пий IX понтифик Максимус построил табачную фабрику в 1863 году». На этой площади часто встречаются итальянские гиды с туристами для того, чтобы провести экскурсию по району Трастевери. Проходя по узким улочкам Трастевери, можно увидеть средневековый дом XIII-XIV века, у которого на лоджии вверху есть небольшая колонна с надписью «Наеврите». Это позволило предположить, что здесь находилась древняя синагога, которая была разрушена после сильного пожара XIII века. А внизу находится замечательный ресторанчик, который открывается только вечером. Здесь можно попробовать вкусное вино. Совсем недавно я показывала вам музей Ватикана и рассказывала, что в районе Трастевери при раскопках нашли статую атлета. Так вот, как раз мы находимся с вами в том переулке, где была найдена статуя. Сейчас переулок называется Викколо дель Атлета, а на невысоком здании изобразили атлета. Район Трастевери находится за Тибром, поэтому у этого района, можно сказать, и названия нет. Район за Тибром – Затиберье, а по-итальянски это будет звучать – Трастевери. Когда попадаешь сюда, то кажется, что ты далеко от большого города, от переполненного транспортом улиц, от шума. Здесь дома, увитые плющом, красотой которых я не перестаю удивляться. Вы, наверное, уже заметили, я их часто показываю. Мне очень хочется показать вам все, что вижу, и что приводит меня в восторг. Здесь тихо, спокойно, другой ритм жизни, нет вычурности и показухи. И кажется, что весь район – это одна большая семья, все друг друга знают. Я частый гость в этом районе, люблю бывать здесь одна, с вами, дорогие мои туристы, с моей семьей. Мы приводим сюда внуков и гуляем вместе с ними. Одним словом, я уже здесь свой человек, и это важно. Сейчас мои знания об этом районе будут обрастать рассказами и легендами, которыми делятся со мной местные жители. Спасибо. 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 Мы попали с вами еще в одно сказочное место. Сейчас ресторанчик закрыт, закончился обед, а до ужина еще далеко. Но если прийти сюда вечером, здесь просто романтическая атмосфера. Прекрасный ресторан, и это место еще знаменито тем, что в соседнем доме 10 лет жил знаменитый итальянский пирог. Певец и композитор Лучо Далло. Уверена на все 100%, что вы его знаете, он является автором песни Карузо. Вспомнили? Песня была включена в репертуар Лучано Поворотти, что принесло песне еще большую популярность. В один из дней рождения мама Лучо Далло подарила сыну кларнет, так у него началась любовь к музыке. В 1962 году Далло впервые вышел на сцену как джазовый исполнитель. Через два года уже дебютировал как певец. А в 1971 году на фестивале в Сан-Ремо он занял третье место с песней «Джизу Бамбино». Эту песню до сих пор играют на радио и слушают все поколения. Лучо Далло за два часа положил музыку на слова. Песня была прослушана в студии звукозаписи и было принято решение допустить ее на конкурс Сан-Ремо, так как она являлась одной из самых красивых песен. Песня называлась «Джизу Бамбино, младенец Исус». Сказали, чтобы не оскорбить религиозные чувства, надо переименовать песню. Тогда Лучо Далло назвал песню по дате своего рождения – 4-3-1943. Затем были многочисленные поправки в тексте. Ведь песня о том, что молоденькая девушка встретила в порту молодого и красивого мужчину, который говорил на непонятном ей языке. Любовь их объединила, и это был самый сладкий сон для нее. Девушка ходила в единственном платье, которое становилось все короче и короче, потому что у нее рос живот. Она не знала имени своего возлюбленного и не знала, из какой стороны он приехал, но она носила под сердцем подарок любви. Ей едва исполнилось 16 лет. Обычные песни она напевала малышу как колыбельные, пеленала его, прижимала к груди и, любя, называла его «Малыш Иисус». Все было в значении этого имени – и воспоминания, и любовь. Малыш вырос, играл в карты, пил вино в порту, и все его продолжали звать «Малыш Иисус». Вот такая история этой песни, которая в 1971 году на фестивале Сан Рэмо заняла третье место. Друзья Луча Далла говорили оставь эту затею с конкурсом, но он все равно хотел спеть эту песню, и его выступление вызвало настоящее потрясение. И маленький человек в очках и в берете был уже не просто странным и не похожим ни на кого человеком, к нему наконец-то пришел большой успех. И с этого момента Далла стал образцом новой итальянской музыки. За свою 50-летнюю карьеру Луча Далла работал со многими знаменитыми артистами, с такими как Лучано Поворотти, Андрея Бачелли и многими другими. В возрасте 68 лет Луча Далла умер от сердечного приступа. Он никогда не был женат, у него не было детей. После его смерти осталось огромное наследство, недвижимость и миллионы евро. Завещания тоже не было. Наследство разделили между пятью его дальними родственниками. С соседней улицы Вио Делла Луча доносится аромат. Здесь пахнет добротой и домом. Этот аромат витает в воздухе с 1940 года. С того самого момента, когда Иннокентий приехал в Рим из Тосканы и открыл здесь в районе Тростевери магазин-пекарню по производству печенья. Он работал на заказ, готовил бискотти для военных. А брак некондицию продавал в магазине по самой низкой цене. Люди приходили сюда, чтобы купить вкусные сломанные бискотти. Бискотти в переводе с итальянского – печенье. Да и сейчас частенько, видимо по привычке, пожилые люди приходят сюда и спрашивают у Стефании, уже у внучки Иннокентия и у ее мужа Джулиано, есть ли в продаже сломанные бискотти. По вкусу они одинаковые, только сломанные стоят дешевле. Потом, после войны, шаг за шагом стали готовить разные сухарики, праздничную выпечку и в магазине уже целый ассортимент печенья. В магазине прямо в центре зала стоит желтая печь 1960 года. Она была куплена дочерью Иннокентия. В то время она стоила как дом. И рабочие установили ее прямо в центре помещения. Это было хорошее вложение денег. Печень до сих пор отлично работает. Когда дочь Иннокентия познакомилась со своим будущим мужем, он заканчивал мореходный институт. Сначала он влюбился в дочь кондитера, а потом и в само дело производства. И они продолжили семейную традицию готовить сладости для жителей района Трастевери. Судить о том, насколько популярна ботега Артиджиана Ди Бискотти, можно по фотографиям. Здесь часто бывал Лучо Далла, Софи Лорен снималась в фильме, бывал здесь и Франко Калифано, Альбана и Рамина Пауэр. Хозяин частенько сидел на лавочке у магазина, отдыхал. И знаменитые посетители подсаживались к нему, чтобы поболтать о жизни. Я же говорю, в этом районе все живут дружно, как одна семья. Трастевери – это как отдельный город в городе. А сегодня вот и вы, дорогие мои друзья, побывали в этом небольшом, но по-домашнему уютном магазине. Такое чувство, что время здесь остановилось. Интерьер не меняли в магазине ни одно десятилетие. Все по-простому и так уютно. Жалко только, что вы через экран не чувствуете запахов. Здесь такой аромат свежей выпечки. А сейчас давайте зайдем еще в одну мастерскую – в мастерскую декоративной штукатурки. Она находится по соседству с пекарней Иннокентия. Посмотрите, какие идеи для оформления и ремонта дома. Здесь можно заказать статуи и бюсты из гипса и других материалов. А тематика может быть разной и индивидуальной, исходя из идей и запросов заказчика. Продолжение следует... Артургия Антика Устерия Ругантино – один из самых старейших ресторанов в районе Трастевери. Его невозможно не заметить. Здесь вы будете избалованы выбором блюд настоящей римской кухни. Ресторан называется Ругантино. Это герой итальянской комедии. Его имя происходит от слова «руганца», которое означает «высокомерие» и «грубость». Об этом я расскажу в следующий раз. Я как-нибудь подробно сниму фильм про этот ресторан. А пока хочу сказать всего лишь два слова. Многие из вас, я уверена, смотрели фильм Дольчевита Федерико Феллини. Когда мы говорим про этот фильм, у нас всплывают воспоминания купания в фонтане Треви. Мы вспоминаем улицу Вениту, на которой много клубов и кафе. Но что касается эпизода стриптиза, который был снят в фильме, этот эпизод был взят из жизни, и события происходили в этом ресторанчике. 5 ноября 1958 года в ресторане Ругантино проходила закрытая вечеринка, на которую можно было попасть только по приглашению. И, конечно же, здесь были папарацци. Как вы знаете, это слово появилось после выхода фильма «Сладкая жизнь» Феллини. В нем был фотограф по фамилии Папараццо. Он был списан с друга Феллини Тацио. До выхода фильма «Сладкая жизнь» фотографа кормили ноги. Он старался высмотреть и подсмотреть интересные эпизоды из жизни, чтобы снять незабываемые кадры, а потом продать газете. После выхода фильма он стал популярен и даже был личным фотографом Софи Лорен. Так вот, в этот вечер на закрытой вечеринке народ выпил вино, и знаменитая актриса, которая приехала в Рим для работы, Айши Нана, она устроила в ресторане стриптиз, танцевала с раздеванием. Фотограф снял эти зажигательные кадры, и они были опубликованы в газете. Ох, и наделали эти кадры шуму. За такое поведение актрису приговорили к трюм месяцам тюремного заключения, а позже, уже через два года, Федерико Феллини снимает сцену стриптиза в фильме «Сладкая жизнь». Но она была намного скромнее, чем та, которую устроила актриса в ресторане «Ругантино». И сейчас, проходя мимо этого ресторана, мы с туристами говорим не только о вкусных блюдах, но и о том, что здесь был устроен первый стриптиз. Невозможно пройти мимо ресторана «Карло Менто». Для многих из вас это любимое место. «Карло Менто», «Карло Менто». Трастевери очаровательный днём, но становится волшебным вечером. Благодаря освещению, музыке, запахам и местной молодёжи, которая отдаёт предпочтение именно этому району. Можно провести целый вечер отдыха и вкусной еды среди ресторанов, пиццерий и магазинов такого прекрасного района, как Трастевери. «Карло Менто». «Карло Менто». «Карло Менто». «Карло Менто». «Карло Менто». Субтитры сделал DimaTorzok По колоритной улице Лунгаретто мы выходим на площадь Санта-Мария-Интрастевери. Великолепная площадь получила свое название от старинной церкви, она находится напротив фонтана. Фонтан на площади считается старейшим фонтаном Рима. Он был отмечен в плане города еще в 1471 году и долгое время был единственным общественным фонтаном этого района. Несмотря на многочисленные реставрации и переделки, которым подвергался фонтан на протяжении веков, он сохранил свою первоначальную архитектуру. Первая реставрация была в конце XV века, во время понтификата Александра VI Борджия. Затем в XVII веке работа была поручена Джан Лоренцо Бернини. И в конце XVII века Карло Фонтана расширил фонтан и придал ему нынешний вид. На лестницах этого фонтана часто отдыхают люди. В 1960-х и 70-х годах у фонтана была автостоянка. Но фонтан всегда такой, какой подобает быть монументальному фонтану. Гаффи 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok